Сегодня мы по вашим многочисленным просьбам разберем тему правильных и неправильных обрезок на почку и на ветку Давайте рассмотрим конкретный пример, а я попробую сделать самое сложное, это то, что называется неправильно Так, ну самый простой, это вот вы где-то тут отрезали Что мы видим? Мы видим большое расстояние между почкой и верхом среза Если вы подойдете летом, то увидите, что вот эта часть отсохла полностью То есть природа сама показала, что идеальным срезом будет совсем другой Чем грозит, я потом уточню, как срезать правильный, чем грозит нам вот эта часть Если у вас более сухой регион, то в общем-то ничем Вот эта часть полностью просыхает, образуется так называемая пробка И дальше вы живете с ней спокойно Если регион наш, северо-западный, где дождей и плохой погоды гораздо больше, чем хорошей То в этом месте образуются всевозможные гнили Идет сердцевинное прогнивание И мы можем потерять как эту почку, так и всю ветку Случается не часто, но гниль, особенно если вы выбрали почечку, и она вам жизненно необходима для образования ветви Именно в этой части кроны Ну, может оказаться печальным опытом Поэтому делаем правильный срез Мы берем верх почки, берем низ И по диагонали их соединяем Если вам сложно где-то в кроне попасть на это место, можно сделать по-другому Берем секатор, как бы так же, чтобы вам было видно Ведете где-то по кроне, упираетесь в саму почку, чуть-чуть наклоняете руку Делаете срез Вот это наклонная часть То есть провели, уперлись в почку, подвернули руку, соединили Вот такой срез за ближайшие несколько месяцев вегетации полностью зарастает Почка не отсыхает и продолжает расти в нужную нам сторону Еще один неправильный вариант Это когда очень длинный и косой срез И почка в этой ситуации точно будет не развиваться, а именно усохнет Это сейчас Проще всего делать тем, кто это делает первый раз Вот так Эта почка 100% будет усыхать А кроны развиваться в совсем другую сторону Если нам нужно выбрать почку, которая будет направлять всю нашу ветвь и развитие кроны в какую-то сторону Чаще всего это идет именно на плодоношение Она должна смотреть из центра кроны наружу И должна быть более низко расположенная Тогда вот этот срез нас подведет У нас разовьется наоборот в крону Либо совершенно в другую сторону, ненужную Еще раз, для того, чтобы сделать правильно У нас есть верх почки, у нас есть низ почки И мы эти две точки по диагонали соединяем И вот мы видим Слева два неправильных с большим пеньком и с сильным зарезом И два правильных Также помимо правильного среза на почку Жизнь необходимо понять, как правильно резать ветвь Первое – это обрезка на кольцо Для начала находим ветку, которую необходимо обрезать Почему? Чаще всего обрезка на кольцо идет у волчков Как только вы обрезали И, в общем-то, даже если вы не резали На ваших яблонях и грушах Обязательно появятся волчки Никуда вы от этого не денетесь Обрезать их правильно Так, чтобы они зарастали достаточно быстро Это жизнеобходимая процедура Что мы не должны обрезать? Мы не должны обрезать вот эти складочки Которые образуют само кольцо вокруг ветви Тогда это быстро-быстро зарастет Подставляем секатор, режущий кромкой К растению, который остается И тупой, к тому, который полностью уйдет На кольцо режется фактически параллельно стволу С запасом буквально 1-2 мм Здесь, если идти ровно по складочкам Как раз так и получится Ошибиться здесь сложно Складки сами подскажут И вот у нас правильный срез Складки остались на месте Со всех сторон Как только они остаются И между складками и срезом Буквально полмиллиметра-миллиметр Она очень быстро зарастает Уже придя к концу мая Мы начнем наблюдать здесь Образование валика С предыдущей обрезки у нас остались ветви На которых можно будет рассмотреть Ни жалея, ни правильные срезы Что может быть, если вы пытаетесь резать на кольцо? Вот так У вас остается маленький пенек Который в течение лета отсохнет Может быть, как источником всевозможного заражения Так и просто сердцевины всевозможных гнилышек Если не повезет И яблони решили, что ей эта ветка нужна Здесь проснутся какое-то количество почек И получите такую метелку Вот неправильный срез на кольцо Оставили достаточно большой пенек Он разросся и в каждую сторону выдал веточки Которые, естественно, будут затенять нам центр кроны А так ничего не получите Все зарастет И второй переворачиваем Это часто мужчины Прошу прощения У вас силы много Поэтому вы режете красиво Ровно срезая все Сейчас я попробую Вот так Этот срез не зарастет Он будет, причем, стараться зарастать сверху Но вот эта рана Сделанная под очень острым углом Буквально срезана ровненько Красиво Но единственное, что неправильно Не зарастает Давайте рассмотрим еще один неправильный срез С одной стороны, вроде как, занесли секатор правильно Но в последний момент куда-то подвернули И получился вот такой пенек Что происходит? С этой стороны активно зарастает А с этой стороны будет такой сухой клинышек Что тоже не является положительным моментом Погуляв по саду Мы нашли правильный и неправильный срез Одновременно в одном и том же месте Вот это Оставлен был пенечек, который отсох И превратился В этой ситуации хороший вариант Он превратился просто в пробочку А вот Хороший срез Полностью зажил И давайте напоследок разберем еще один ряд Правильных и неправильных срезов ветви Это классический вариант Узкое ветвление Неудобно Поэтому стараемся Но вот как-то вот Сейчас я попробую Господи Неправильно даже рука не идет Так Вот такой вариант бывает Часто случается это потому Что люди боятся повредить соседний побег Мы будем резать Его тут поцарапаем С ним что-то будет проблема какая-то Если у вас хорошо заточенный секатор Любая царапка Зарастет Угу Так, второй вариант Развитие событий Повернем веточку Чтобы вам было видно При срезе на ветку Смотрите, чтобы вот эта складочка Она не только у плодовых Она видна на самом деле у всех Просто мало кто на нее обращает внимание Если не трогать вот эту складку И сделать срез под нормальным углом Шпетка быстро зарастет И проблем с ней не будет И разобрав срезы Памятая прошлогоднее весеннее видео О том, как что надо резать Молодое растение Уже вошедшая стадия плодоношения Две секунды и будет обрезано Субтитры подогнал «Симон» Почему обрезка такая? Кому-то покажется жестокой Кому-то недостаточной В зависимости от того Как часто вы это делаете самостоятельно Пару маленьких секретов Вот эти укороченные побеги Они все обрезаны Они направлены не в ту сторону Которую бы нам бы хотелось Но Они как за уши Возьмут и растянут ствол Он станет толще Но при этом Из-за того, что почка обрезана Ветка обрезана на почку Расположенную ниже Под веткой Здесь и на самих побегах Будут образовываться Именно плодовые почки То есть это двойной приказ растению Выдавать плодовые почки Не ростовые, а именно плодовые Это первое Поэтому Я не удалила вот этот ненужный побег А в общем-то и вот этот тоже ненужный В нижнем ярусе у нас остается Две ветви в одну сторону Одна ветка в другую сторону И третья ветка в третью сторону Что нам вполне хватает Для того, чтобы в этом году Не остаться без плодов Оставлены и сильно укорочены Соседние ненужные нам побеги Их ростовые Прошлогодние побеги Также укорочены Достаточно сильно укорочены Вот буквально До 10 сантиметров Это именно первое утолщение Всего того, что находится внизу И двойной сигнал к тому, чтобы вот эти плодовые Образовывались и их было бы больше Больше и больше Буквально на следующий год То есть весной 20-го Либо весной 21-го года Вот эти ветви будут удалены целиком Они все еще достаточно тонкие Чтобы с ними легко работать При этом хозяева получат вкусные плоды На этих ветвях они образовываться будут В большем количестве Мы получили и урожай И сигнал к растению плодоносить Больше, лучше И развивать крону Что со центральным стволом? С центральным стволом убрали дубликат Здесь была вторая ветка Мы его полностью убрали Для расширения центрального ствола Укоротили ростовые побеги Не убрав их целиком Все опять же обрезаны на почку Расположенную вниз Под веткой Вот буквально Почка расположена под веткой Таким образом Все последующие будут преобразовываться В плодовые Плюс еще играть на расширение Центрального ствола На его мощь Для того, чтобы корни Питали больше центральный ствол И общее состояние растения было лучше Укоротили макушку Потому что яблоня 10-метровая Нам не нужна И поэтому даже уже с этого возраста Начинаем сдерживать рост Поднимаем по чуть-чуть Но при этом все равно регулярно Мы его сдерживаем И естественно сильное укорачивание Из-за того, что ветви 2 Укорочены на равное расстояние Они почти одного размера По отношению к земле естественно Пока они в этом году будут разбираться Кто из них главный В рост также пойдут медленнее Все побеги прищипнуты Все маленькие веточки Обрезаны именно на почку Все 5 минут На этом все Пока-пока Пока мы делали съемку Пробегая мимо Нашли куст Полностью пораженный почковым клещом Что это значит? Во-первых Почка выглядит как будто качан капусты И это такой классический вариант Как его можно определить Не сдавая всевозможные анализы Можно обратить на это внимание Вот они здоровые почки смородины А вот почковый клещ Вот такая капуста Не упускайте момента Ежегодно верхние 5 почек Обрезаются на всем кусту Не пропуская веточек Они естественно сжигаются Либо отправляются в чай Очень ароматные Особенно у черной смородины Что мы с ним делаем? Первое это обрезка куста Второе в обязательном порядке Это химическая обработка И обрезки нельзя оставлять Как народ делает из нее мульчу И оставляет тут же Нельзя Почковый клещ вернется обратно Это все должно быть сожжено Именно огонь Либо вы увозите куда-то на утилизацию Чем нам грозит почковый клещ? Все очень просто Цветы становятся махровыми А махровые цветы не дают плодов Соответственно мы можем остаться полностью без урожая Начинается всегда с макушек И дальше распространяется по всему кусту целиком Если вы это пропустили Идеально это ловить на ранней стадии Когда верхушечные почечки Только-только начинают Показывать, что они становятся капустами Либо не допускать этого А каждую весну срезать верхние пять почек Для куста это не проблема А почковый клещ как раз зимует в этой стадии На самом верху